Вы когда-нибудь обращали внимание, что двери в шутерах почти всегда открываются от себя, с какой бы стороны ни находился игрок? При этом в реальном мире петли, которые позволяют открывать дверь в обе стороны, встречаются крайне редко. Реальные двери чаще всего открываются из помещения к выходу из-за пожарной безопасности. В огромном числе шутеров дверей вообще нет, как, например, в Rainbow Six Siege, или они всегда открыты. Привет, с вами Алексей Луцай, и сегодня мы поговорим о том, как двери в шутерах радикально меняют геймплей. Текст написал Денис Куандыков, преподаватель нашего курса по левел-дизайну OutBlock. Запись на курс еще открыта, и все подробности в описании. Видео смонтировал Александр Рыбаков. Так в чем же дело с открытыми дверьми? Суть в камере, в том, как она влияет на геймплей. Любой дверной проход — это, по сути, бутылочная горлышко. Так левел-дизайнеры называют места, которые геометрически и геймплейно концентрируют игровые действия. Чем больше в зоне видимости дверных проемов горлышек, из которых может появиться противник, тем более медленным и нервозным будет геймплей. Двери провоцируют игроков кемперить, подолгу усидеть в засаде. А сама дверь — это очень неудобный динамический элемент локации, который сильно затрудняет штурм помещения. Если дверь открывается от игрока, то она выступает как укрытие для противников внутри помещения. При этом она сильно затрудняет обзор штурмующему игроку. В некоторых играх двери работают реалистично и открываются лишь в одну сторону, например, в Escape from Tarkov. Тогда открывающаяся на себя дверь не только затрудняет обзор, но еще и сбивает прицел и само оружие в руках. Работая с такими дверьми, приходится учитывать анимационный контроллер. Далеко не во всех играх оружие в руках адаптируется под коллайдеры окружения. Адекватно анимировать открытие дверей возможно только с продвинутым контроллером. В ином случае, например, в CSGO, в которой анимация не адаптируется, и если игрок открывает дверь на себя, его должно от нее оттолкнуть. Чтобы игрока не отталкивало, ему нужно отступить на шаг назад. В любом случае, это крайне неудобно и отвлекает игрока от основного геймплея. Двери обычно тонкие, и если в игре оружие не адаптируется под окружение, ну, например, анимации, то оно просто всегда на изготовку. Поэтому игрок, который стоит перед дверью, выдаст свою позицию, так как модель оружия пройдет сквозь дверь. Если разработчики не хотят усложнять анимации, они просто делают дополнительную проверку коллайдеров. Если оружие проходит сквозь тонкий объект, они отсекают часть модели на отрисовке для других игроков. В любом случае, будут сложности, и работа с анимациями тут не панацея. Это одна из причин того, почему в Rainbow Six Siege нет дверей, и двери и окна там перекрыты разрушаемой баррикадой. Это дает возможность более динамично перемещаться по локации, а главное, позволяет всем остальным механикам от стрельбы до способности оперативников работать, не доставляя игроку дискомфорт. Нет дверей, значит, нет лишней головной боли при проектировании. В некоторых играх в дверных проемах либо нет самих дверей, либо статичная модель двери открыта нараспашку. Это сделано, чтобы сами двери не мешали прострелу и не создавали лишних укрытий. Чем больше укрытий, тем медленнее шутер. Вот, например, главный вход на точку А карты Ньюк в CS GO. Разработчики специально так раскрыли двери, этого требует баланс этой конкретной карты. В классической Dust 2 есть другой пример. Там статические двери наоборот создают укрытие, формируя силуэт бутылочного горлышка. Две полуоткрытые двери меняют направление прострела, так как если смотреть на дверь под прямым углом, то щель будет довольно узкой. Чтобы попасть в нее, нужно сильно постараться. Однако у того, почему двери расположены именно так, есть и более интересная причина. Двери распахнуты в сторону плента. Вот на экране вам расшифровочка. Выходя на позицию сквозь двери, игрок сразу получает доступ к разведке и прострелу точки закладки бомбы, будучи при этом защищенным. Команда, которая обороняет эту позицию, занимает укрытие, исходя из зон прострела выходов, и обычно не подставляется под эти самые прострелы. Соответственно, и зоны прострела сделаны так, чтобы не было видно всю зону целиком. Это вынуждает штурмующих атаковать, вести разведку боем или же менять тактику. Получается, конкретная форма дверей, конкретное расположение выходов и бутылочных горлышек создает условия, где нет имбалансных позиций. При этом есть игры, в которых штурм дверей — это основная суть геймплея. Например, сват или старые части Rainbow Six. В них нужно штурмовать помещение, причем не просто убивая всех вокруг, а еще и стараясь спасти заложников. В подобных играх расстановка комнат работает как пазл, а коридоры и дверь в комнату — как начало пазла. Если мы раскидаем кучу дверей, этим мы скажем игроку, что тут много комнат, значит тут может быть много противников, или много заложников, и нужно будет потратить уйму времени на разведку всех проходов. И так мы сбиваем игрока с толку, какую комнату нужно разведать в первую очередь. Все тот же самый дискомфорт с выбором, куда воевать работает и тут. Это неплохо в том случае, если нам нужна эта эмоция, если нужно замедлить игрока — это самый действенный и, главное, самый натуральный трюк. Ведь в реальном мире мы часто встречаем подобную архитектуру. Но еще чаще в играх попадается вот такая схема. За десятилетия игры приучили нас к тому, что чем больше дверь, тем больше должна быть комната внутри. А чем больше комната, тем больше в ней геймплея. Значит, именно там находится заложник, а в укрытиях расставлены противники. Поэтому игрок оставляет самую большую комнату напоследок, чтобы заранее исследовать локацию или подготовиться к штурму. Ближайшая к игроку дверь наверняка ведет к смежной комнате, из которой удобно будет произвести разведку соседнего помещения. Но тут уже все зависит от механик конкретной игры. И последняя дверь — это зачастую филлер, пустышка. Левел-дизайнеры любят делать там туалеты. Если в интерьере нет туалета, то игрок это заметит. Возможно, неосознанно. Мы привыкли видеть в реальном мире туалеты. Если нет инфраструктуры, которая показывает, что здесь могли бы жить люди, то мы это замечаем. Кстати, в серии игр The Division туалеты выступали как основная точка отчета при проектировании всех помещений. Потому что левел-дизайнеры приступали к работе с пространством, исходя из инфраструктуры. А на этом все. И мы тоже делаем свои видосы не на пустом месте, потому что основная точка отчета для нас — это вы. Ставьте свои лайки, подписывайтесь, делитесь видео, это несложно, зато мы сразу поймем, что именно вам интересно. А еще пишите, о каких узких темах геймдева вам хотелось бы послушать. Плюс переходите в наш паблик или телеграм-канал, там каждый день выходят статьи о геймдеве или даже киноиндустрии. Не забывайте, что мы делаем курсы, конкретно этот текст написал Денис Куандыков. Вместе с другими преподавателями он научит вас управлять геймплеем с помощью уровня на курсе по левел-дизайну Outblock. Ссылки на все остальные курсы, в том числе бесплатные, в описании. А с вами были Алексей Луцай и Александр Рыбаков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok